Хрустящая корочка и воздушный мякиш, а на упаковке привлекательная надпись «Хлеб без дрожжевой». Складывая такой продукт в корзину, покупатель уверен, теперь его формы, как на дрожжах, уж точно расти не будут. Во всяком случае, в этом его убеждает и производитель. Красивые названия производители подкрепляют солидными ценниками. Если обычную буханку хлеба можно приобрести за 30 рублей, то за стикер без дрожжевой придется переплатить как минимум в три раза больше. А вот технологи уверяют, в любом готовом хлебе дрожжей нет. Они погибают в процессе выпекания. Угнетение жизнедеятельности дрожжевых клеток наступает уже при температуре плюс 50 градусов. При том, что в центре мякиша хлебобулочного изделия она достигает 96-98 градусов. При изготовлении хлеба дрожжи используются всегда. Без них невозможно получить пышный, ароматный, эластичный мякиш. Отдав свои все полезные свойства готовому продукту, дрожжи под воздействием высоких температур в процессе выпечки погибают. Поэтому в готовом продукте их уже нет. И все же своеобразную лазейку в технологии маркетологи нашли. Так называемый бездрожжевой хлеб готовят на закваске, в основе которой все те же дрожжи. Разница только в их количестве. В целом избежать попадания дрожжей в организм невозможно. Они не только продаются в магазинах, но и живут вокруг нас. Микроскопические грибы мы съедаем с фруктами и другой растительной пищей. К тому же они являются частью нашей микрофлоры, а значит в некотором количестве полезны для человека. Это подтверждает примеры наших мам и бабушек, которые, используя на кухне сухие дрожжи, вырастили здоровое поколение. Согласно с этим и врачи. Сами по себе дрожжи являются достаточно хорошим источником белка, аминокислот, различных макро- и микроэлементов, минералов, витаминов, особенно витаминов группы В. То есть полезных качеств. У них достаточно много. Внимательный потребитель заметит, источником гипотезы о вреде дрожжей зачастую выступают не биологи и производственники, а некие энтузиасты здорового питания. А специалисты повторяют, без дрожжей можно приготовить только лепешку или лаваш. И стоит, что один, что другой будет гораздо дешевле, нежели воспеты модницами. Бездрожжевой хлеб. Инна Щедрова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.